Следующий доклад у нас представляется Заверова Игоря Вячеславовича, напомню генерального директора Московского фонда подготовки кадров в содействии развития инновационной деятельности. Раз. Дорогие друзья, прежде чем я перейду к заданной теме в нашей школе, я бы хотел сделать два небольших обращения или сообщения. Первое предназначено организатором этой встречи. Я думаю, что мы должны поблагодарить Объединенный институт ядерных исследований в лице Михаила Григорьевича за предоставленную возможность работать, общаться, отдыхать в этой аудитории, в этом прекрасном городе. Второй соорганизатор, которому хочется сказать слава благодарности, это общественная организация МОДЭ «Институтная Россия» Мухала Анна. Ну и конечно же, скажи спасибо Евгению Синякову, который явился мотором. Я надеюсь, Евгений, тебе вот того ускорения не придали, ты сам, да, ускорялся? Не пинали? Не общусь, да? Поэтому большое спасибо, большое спасибо, что ты нас всех собрал. А второй момент, друзья мои. Я думаю, что нам вообще, в принципе, можно уже завершить нашу работу. Во-первых, подарки вручные. Это как бы такой финальный, да, эпизод нашей встречи. А во-вторых, я вот тут с Вячеславом Борисовичем говорил в президиуме, очень чётко были обозначены разграничения между инновациями и инновациями. То, чем мы должны сегодня заниматься. Вот он чётко скажет, что инновация – это одно, инновация – это другое. К сожалению, в повседневной жизни любое отстрадательское предложение, любой технологический процесс у нас создается как инновационный процесс, как инновация. И понимает, что это даже не инновация. Вот он чётко распределил эти вещи. И я понял, что мы находимся в той аудитории, которая понимает, о чём говорит. Поэтому, в принципе, мы можем так завершить. Но я снимаю это предложение, Евгений. Я снимаю это предложение, потому что мне очень хочется выступить по теме, которая обозначена и определена и вытекает из названия той организации, которую я возглавляю – Московский фонд подготовки кадров и содействия развития инновационной деятельности. Нужно сказать, что Москва, правительство Москвы не просто обращает внимание на поддержку инновационных предприятий, инновационных движений, а оно благодарствует тому, чтобы это движение происходило реально, без пинков, без определённого педалирования. Для этого была создана система, в которую входят учебные заведения, предприятия, в которые входят предприниматели, административные ресурсы, люди, которые работают творчески и самостоятельно. И вся эта система предназначена для того, чтобы поддерживать инновационное предпринимательство, предназначена для того, чтобы люди чувствовали себя не брошенными, чтобы реально осуществлялось частное государственное партнёрство. Достаточно сказать то, что Москва ежегодно выделяет для поддержки предпринимательства, в том числе и инновационного, 2,5 миллиарда рублей. Достаточно серьёзная сумма. Сюда входят поддержка и финансовая, и хозяйственная, и материальная, и консультационная, и консалтинговая поддержка. В том числе и поддержка образовательная, о которой я хочу рассказать. Сумма, которая выделяется ежегодно, она от 150 до 250 миллионов рублей. Я думаю, что это достаточно серьёзная сумма для того, чтобы систему поддерживать. Как и любая система, она имеет определённые цели, но для нас, безусловно, самое главное, самое основное является повышение уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий, а все основные составляющие как бы только нацелены, как бы подталкивают к этой цели для того, чтобы её достичь. Реализация при достижении этой цели происходит через две программы. Программы вполне серьёзные, программы долгосрочные. Это городская целевая программа и президентская программа подготовки в правительственные кадры. Безусловно, как и любая бюрократическая программа, она немножко неповоротлива, она не такая мобильная, как бы хотелось. Достаточно сказать, что, допустим, в этом году финансирование образовательных проектов в Москве началось только в области месяца. То есть вот шла раскачка, шла подготовка нормативно-правовых документов для того, чтобы эти деньги выдать, шла подготовка к проведению конкурсных процедур, при слову 94-й ФСЗ, который, так сказать, тормозит все эти дела. Но при всём при этом мы ориентируемся на дальний прицел. То есть есть довезон 2016-й год, к которому мы идём уверенными шагами в программе, в системе, имея определённое финансирование. Безусловно, поддержать все направления предпринимательства в Москве возможности не представляется, да и нет необходимости. Нужно поддерживать то, что находится на острие экономики, то, что нуждается в поддержке. И прежде всего, это, конечно, инновации. Правительство Москвы поддерживает информационные технологии как составляющую часть инновационного развития. Управление предприятиями, в том числе инновационными, для нас тоже одно из серьёзных направлений обучения в самообразовательной системе. Много внимания мы уделяем личной эффективности, об этом можно сказать чуть ниже и более подробно, финансовой грамотности. И есть ещё одно направление, которое мы поддерживаем, и которое, ну как бы сказать, в таком лежачем положении находится, это стажировки для предприятий в национальной сфере. И дело здесь не в том, что нет денег или нет желающих. Дело в том, что недостаточно инновационных предприятий, в которых можно было проводить стажировку наших обучающих. Вот есть такая неформальная, негласная статистика, что из 100 заявленных предприятий как инновационных, реально инновационных является 0,5% предприятий. То есть вот мы хотим, но не всегда получается. Поэтому и у нас есть желание, есть средства для того, чтобы проводить в стажировок инновационных предприятиях, в инновационной сфере. Но, к сожалению, таких предприятий не много, или они не такие большие и крупные, что туда можно привести в одну из трех-пяти человек, которые могли бы получить какие-то знания. Мы сегодня перед форумом с Евгением Синитовым разговаривали как раз на эту тему. Достаточно идей, достаточно мозгов, но очень мало людей, которые могли бы эти идеи продвинуть вперед, могли бы их реализовать. Более того, у нас практически в национальной сфере не существует такой группы людей, как наставники. Вот старым словом назову. Наверное, это красивее будет означать тьютеры. Наверное, тьютеров у нас не хватает, которых мы могли бы вести человека, который хочет войти в национальную сферу, который хочет продвинуть какое-то свое изобретение, который хочет сделать прыжок в будущее. Не хватает вот этих вот тьютеров. Но все же, мне кажется, для Евгений все-таки не тьютер, а все-таки наставник. Тьютер – это больше теоретик, который знает и ведет, а наставник, который уже что-то прошел, имеет за спиной и может это передать своему ученику. Вообще сама система, вы прекрасно представляете обучение, она довольно-таки сложна и циклична, но мы в московском ходе подготовки кадров пытались этот цикл сделать полным. То есть от пропаганды предпринимательства до помощи авторноустроителей и консультиров. Вот несколько зрений этого цикла, несколько составляющих частей, которые показывают суть нашей деятельности. Первая часть – это факультативы по предпринимательству школы города Москвы. Это не просто заявление, это не просто кубик, квадратик в этом проекте. Это реальная работа, которая проводилась на протяжении многих лет. Только эксперимент в 10 школах проводился 5 лет. На базе Московского института открытого образования, на кафедре экономики, профессор Калинина Наталья создала за этот период целый учебно-медагогический комплекс методику обучения тех предпринимательств. Воспитала и обучила целый ряд преподавателей, которые могут рассказывать детям о том, что такое предпринимательство, чем его едят. провела эксперимент, создала, ну с ее помощью мы создали, да, ряд обучающих фильмов, методик, учебников, есть журнал «Экономика в школе», есть сайт в интернете, это не просто сайт, это сайт «Кольцо», которое, так сказать, замыкает на себя очень многие составляющие зрения. Результаты очень интересные и очень для нас полезные. В чем полезность? Только одну цифру приведу. 91% детей, которые прошли обучение, говорят, что нам это интересно, мы этим будем заниматься, или мы не будем этим заниматься, потому что у нас нет этих качеств, мы не можем рисковать, мы не можем выдвигать идеи, мы будем наемными работать. То есть вот результат и польза налицо. Вторая основная часть – это те, кто хотели бы создать свой бизнес, инновационный бизнес. Это молодежь, школьники, учащиеся в колледжи, техникумов, студенты, молодые люди, которые еще не отделились своей профессией, и ходят только со своими идеями, они тоже получают образовательную поддержку. Для них есть школа бизнеса, которая тоже уже работает не одну десяти лет. Изменяясь, безусловно, не на том уровне, которое было во времена 90-х годов. Само собой, обучение претендентов на получение субсидий, то есть дача практических навыков, бизнес-семинары с представителями малого и среднего предпринимательства, инновационной сферы, в том числе стажировки, ну и помощь в трудоустройстве и консалтинге. Реализация вот этих частей проекта, она, безусловно, имеет под собой методики, инструменты, вы имеете их на этом слайде. Безусловно, нужен результат. Безусловно, мы должны показать какие-то цифры, показать эффективность нашей деятельности. По 2011 году за три конкурса по оказанию образовательных услуг, а мы эту услугу предлагаем через 94 ФСЗ, через конкурсы, различные учебные заведения участвуют в нем, мы смогли реализовать 37 учебных программ. В общей сложности нам училить 5200 человек, хотя план правительства у Москвы финансирования было на 3500 человек. Вот здесь есть некий опыт, не инновационный, не новаторский, обычный житейский опыт. Откуда взялось 5200 человек из 500 по плану и денег вот только на это выделили. Мы привлекаем к этой работе учебные заведения. Они с удовольствием ведут на то, чтобы увеличить группы, обучить за свой счет, потому что таким образом они продвигают свои учебные заведения, свои учебные программы, оплачивая обучение наших предпринимателей. Есть еще другие источники финансирования, не бюджетные, с помощью которых мы организуем дополнительные курсы обучения. Ну вот, как бы вот такой результат за 2011 год. 2012 год, безусловно, это шаг вперед. В плане это уже 8000 слушателей, которые мы должны обучить. Общая стоимость проекта будет порядка 230 миллионов рублей. На сегодняшний день, как я уже сказал, финансирование, потому что задержано, но все же мы объявили 6 конкурсов. 99 заявок получили от учебных заведений. Значит, есть уже 13 победителей учебных заведений, которые начали набор слушателей на обучение. Ну, чуть ниже на этом слайде приведены принципы реализации программы. Я думаю, что это понятно, это прозрачность, это доступность. Могу только одну цифру привести. В среднем на каждый объявленный лот у нас поступает 10 заявок. То есть открытость полная, в нигде в куларах эти конкурсы не проводятся. Конкурсная комиссия выбирает по основному критерию, по качеству. 45 единиц, это 45 процентов. Это качество учебной программы. То есть возможность выбрать лучшую программу у конкурсной комиссии госзаказчиков департамента есть. А возможность у предпринимателя выбрать учебное заведение и программу тоже существует. Потому что разброс по учебным заведениям очень большой. Госвузы, не госвузы, тренинговые компании, учебные центры и другие организации, которые имеют лицензию на право обучения. Вот из порядка 80 предложенных тем в этом году, 16 тем относятся непосредственно к обучению предпринимателей из эмоциональной сферы. Эти программы выросли не на пустом месте. Они результат большой работы Московского фонда подготовки кадров с высшими учебными заведениями, с предпринимателями, которые высказывали свои пожеланиями. Большая аналитическая работа была проделана с первоисточниками, то есть предложениями, которые были открыты официальной печатью, средства классной информации опубликованы. И вот результат, выделяющий у нас программ. Наверное, недостаточно, но, по крайней мере, не охватывать самые злобоотменные темы для того, чтобы подготовить представителей национального бизнеса. Где мы их готовим? Мы работаем ежегодно порядка 300 партнеров. Три сотни партнеров – это учебные заведения, это общественные организации, это промышленные компании, это предприниматели, которые готовы учить, которые готовы принимать в своих площадках людей, передавать им знания, а разброс, как вы видите, для примера я принял, это не самые лучшие, а не самые худшие. Чтобы вы просто представляли, что это Госвузы от МГУ и Плешки, и не Госвузы, мир без зеленых курений и так далее. Это учебные заведения, которые называются академиями, институтами, но на самом деле являющиеся тренинговыми компаниями, учебными центами. Сама система подготовки кадров в Москве позволяет нам многое, но есть определенные ограничения, с которыми мы боремся, которые мы пытаемся преодолеть, зачастую очень успешно, зачастую не всегда. Одна из них – это обязательность со стороны учебного заведения, которое победило в конкурсе, обучать слушателей только очень. Но мы прекрасно с вами понимаем, и представители бизнеса знают, что такое обучение уочно для директора предприятия, для специалистов предприятия. Это нет, это отсутствие возможности обучиться. То есть я должен быть в бизнесе с утра до вечера в субботу и воскресенье, иначе мой бизнес просто лопает. Я должен думать, чем платить зарплату, где найти поставщиков, куда продать, где взять средства для аренды помещений и так далее. Поэтому мы провели вот такой опрос, причем опрос многослойный, разные уровни предприятия опрашивают. Не один год практически во всех учебных группах. И основная масса людей высказывает пожелание учиться смешанно. Вот есть точная форма обучения, есть дистанционная. Ну, для наватаров, наверное, самая, так сказать, приемлемая, потому что мы находимся, так сказать, на передовой, в борьбе за экономическое существование. Многие говорят о том, что нам необходимо учиться смешанно. Я скажу вам, что есть шаги вперед, есть понимание правительства Москвы. Мы предложили сейчас большой проект по дистанционному обучению и нас поддерживают. Реализовать сложнее этого. За один месяц не сделаешь, даже за полгода не сделаешь. Нужно внести бюджет, нужно внести технические задания, выставить на конкурс, получить эти деньги, реализовать через полтора месяца и так далее. Сложная цепочка, но все же движение есть, движение вполне приличное. Для нас это важно еще почему? Потому что в Москве сейчас присоединили несколько территорий, и бизнесмену из Троицка не совсем подручно ездить в плешку на занятия даже по вечерам, потому что он потратит на это времени больше, чем потратит на свою деятельность, на свою работу и даже на учебу. Поэтому форма, такая форма как дистанционная, она востребована. Вы видите, у почти 20% слушателей, а смешанная форма, это более 40% слушателей, хотели бы получить вот такую форму обучения, так хотели бы учиться. Ну а справа вы видите столбец, это топ-10, это темы, 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 пожелания предпринимателей, которые они видят для себя как интересных. Обратите внимание, в основном речь идет о продвижении, о продвижении себя, о презентации, о продвижении своей продукции. И это правильно, потому что самая главная задача в инновациях это продвинуть эту инновацию, о которой мы говорили в самом начале. Ну, Московский фонд подготовки кадров, он ведь имеет еще и вторую часть в своем названии, «Содействие в развитии инновационной деятельности», поэтому ему должны, вроде как-то, отвечать этому названию и тому, что происходит здесь, в инновационной сфере, в предпринимательской сфере. Мы создали за два-три последних года некую базу таких электронных, новаторских для нас продуктов, которые помогают обучать предпринимателей, передавать им знания, которые помогают надвигать идею образовательной поддержки в городе. Вот первая из них, она известная всем, это электронная библиотека, но эта библиотека имеет несколько особенностей. Первое. Она открыта в бесплатном доступе. То есть нужно регистрироваться, но пользоваться этой библиотекой можно бесплатно. Каждый из вас, присутствующих в этом зале, не обязательно москвичи, но и не москвичи, даже не жители Подмосковья, могут набрать в интернете четыре группы кирилляции МФПК, открыть наш сайт, и там есть баннер «Электронная библиотека бесплатная». Заходи туда, регистрируйся и получай то, что ты хочешь. Далее. Эта библиотека в течение двух лет наполняется самыми актуальными источниками знаний. Это книги, учебники, причем дорогостоящие книги, которые даже библиотеки всегда можно найти и приобрести в магазине. Это источники, которые имеют высокую степень защиты, причем авторские права соблюдены. Мы платим авторам, мы платим посредникам за то, что мы пользуемся этой литературой. Смело. Почему? Потому что мы получили через год-два, а по стандартам через три, он уже не востребован, а он пользовался ее зато. Результаты. Внедрение этой электронной библиотеки. Сейчас в ней находится база из первых тысяч 200 произведений. 10 интерактивных учебников. Это достаточно много. Ну и количество посещений. Самый главный показатель, самый главный индикатив. 800 тысяч людей. Ну вот мы по счетчику смотрим, имеется в виду хостик, конечно. Чтобы ее вообще посещено. Зарегистрировали 800 тысяч рублей. Библиотека нужна, библиотека востребована. Ею пользуются. Мы ее постоянно пополняем. Есть отзывы, на которые мы стараемся оперативно реагировать. Второй наш инструмент, которым мы серьезно активно пользуемся, это учебно-методический комплекс. Что он из себя представляет? Это CRM-система. Но CRM-система не просто как хранитель информации, источник для рассылки каких-то наших пожеланий, объявлений и так далее. Это система, которая позволяет нам контролировать весь учебный процесс по реализации государственного заказа. В эту систему входит госзаказчик-департамент, сюда же будут учебные заведения, сами предприниматели, полномоченные организации, территориальные организации, административные организации. Мы можем отслеживать движение каждого слушателя по программам, по окончаниям. Мы видим его дипломную работу, мы можем регулировать воздействие на этого слушателя. Он попадает в нашу базу данных, с которой мы уже работали. Она содержит... Сколько содержит? Вот видите, как много? Я не услышал. Много. Вот, видите сколько? Значит, и это еще не все, понимаете. Мы посмотрели на то, что продукт создан, продукт дорогостоящий, использовать его только как контроль или как систему управления, еще будет процессом, наверное, недостаточно. Мы еще в эту систему включили несколько блоков, несколько модулей, которые являются обучающими. Почему назовем это? Вот слушатель, который вошел, зарегистрировался, обучается, может пользоваться этими блоками. Что это такое? Один блок – это готовый бизнес-план. Готовый бизнес-план. Уготовлены серьезные компании, экспорт-системс, с хорошими расчетами, с серьезными обоснованиями. Ну, конечно, не шаблонный результат для пищевой промышленности, там, я не знаю, для сельского хозяйства и так далее, и так далее. Но ими можно реально пользоваться. То есть это не просто пример или образец учебники. Это живой бизнес-план, в который нужно вставлять цифры, и который даст результаты, посчитает, нужно ли вообще ввязываться в это дело, и каков это процесс инновационный или не инновационный. И вторая часть – это финансовые модули, которые позволяют проводить некие расчеты в бизнесе, которыми тоже можно реально пользоваться. И еще один продукт, который помогает нам в работе, о нем я уже вскользь сказал, но в конце все же хотел рассказать вам или поделиться с вами вот этой наработкой. Создавая систему обучения школьников основам предпринимательской деятельности, это факультатив, он есть в программе каждой школы города Москвы, и при желании дети могут туда записаться, обучение производится, мы попытались этот процесс сделать более современным, более интересным для детей. Для этого мы сняли телевизионные образовательные программы. То есть это фильмы, которые содержат в себе элементарные знания по предпринимательству, от рекомендаций, как создать свой бизнес, до рекомендаций, как его вести, как его завершить, и представления широкой публики, школьникам, понятия предпринимательства, что это такое, с чем ему едят и так далее. Объем большой, было снято 77 таких образовательных фильмах, они записаны на диске, 1200 школ в Москве имеют в своем арсенале учебно-методическом эти фильмы, ну и вот результаты анкетирования, о которых я говорил, там 90%, 91%, вот внизу вы видите. То есть школьники к этому относятся хорошо. Фильмы действительно сняты очень интересно, доступно, смотрятся легко, мы их используем, если есть необходимость получить этот продукт, обращайтесь к нам, ну найдем возможность, как это все дело передать. И завершая свое выступление, я хотел бы сказать, что работая с предпринимателями, Московский фонд подготовки кадров постоянно сталкивается с теми, кто хочет уйти вперед, кто хочет вырваться на несколько шагов, на несколько шагов, чем их коллеги, чем их партнеры, чем их конкуренты. Как правило, их сдерживает не умение продать и продвинуть свой продукт, инновационный продукт, они не могут этого делать. Мы пытаемся, безусловно, в нее в свои возможности создать такие системы, такую школу, куда могут быть предприниматели, получить первичные знания, куда могут привести своих подчиненных, работников, которые могли бы научиться тому, как продвигать новаторские идеи, новаторские продукты и получать премию. Не как сказал человек, борющийся там с 10 рублей 10 тысяч, а с 10 рублей 10 миллионов, но, к сожалению, это происходит не так быстро и не так активно, как бы хотелось. Я надеюсь, что на нынешнем форуме мы сможем обменяться идеями, мыслями, может быть, что-то подскажете нам вы. Может быть, мы поделимся какими-то интересными идеями не в рамках сегодняшней встречи, а на круглых столах. Я думаю, что это будет полезно для всех участников форума. Спасибо. Вопросы. Пожалуйста. Марчейк Нарек, где можно этот диск получить? А извините, пожалуйста, можно в микрофон или встать, пожалуйста? Еще раз. Марчейк Нарек, скажите, пожалуйста, где можно этот диск получить? Второе. Как происходит популяризация? И третье. Почему не выложен этот видеоконтент в широкий доступ на ресурсы? Спасибо. Спасибо. Значит, где можно получить? Можно получить в Московском фонде подготовки. Как? Как можно получить? Нужно приехать к нам, заключить договор. Мы на возмездной, ну, или, может быть, даже на безвозмездной основе часть своего запаса можем вам передать. Понятно, да? Почему не выложен? Ну, во-первых, это собственность правительства Москвы. Она зарегистрирована в департаменте имущества города Москвы. И самостоятельно распоряжаться мы не имеем права. Во-вторых, во время съемки у нас было определенное условие с авторами этих фильмов о том, что мы можем эксплуатировать какой-то определенный срок их в открытом доступе, в школах, а через какое-то время мы должны согласовывать с ними тиражами. То есть это авторские права, через которые мы перешагнуть не можем. И это правильно. Поэтому обращайтесь в МФПК, телефончики наши на сайте есть, и МФПК просто наберите. Надеюсь, все наши телефончики. Наталья Владимировна Малиновна, посмотрите, это мой зам по реализации городских программ. Она более детально может рассказать, как это получить, когда встретиться. Вам отдельное спасибо за соблюдение авторских прав. Пожалуйста. Приходите. Еще вопрос, пожалуйста. Уважаемый коллег, я хотел бы добавить, что вам разгонаны листовки, где есть наши контакты, телефон, и сайт, и все остальное. Пожалуйста, обращайтесь. И те учебные программы, которые указываны в данной листовке, предназначены, во-первых, для москвичей, а во-вторых, для всех работников, малых средних предприятий. Только в городе Маслое, к сожалению. Да, но совет мы можем дать и подсказать тоже можем. Пожалуйста. Можно вопрос, да? Электронехническая компания «Руслпро» мне тут не говорится. В самом начале одна из функций выборов – помощь в трудоустройстве. Это фонд. Вот здесь в чем проблема? На выпускников очередь не проблема выбора или, наоборот, работодатели не подозревают в этих вопросах? Доброго, спасибо. Значит, вопрос может быть самый сложный для нас. Почему? У нас такой функции в фонде нет, мы не занимаемся трудоустройством. Но, учитывая, что все наши выпускники, выпускники обращающих программ, как правило, задают этот вопрос, «А куда вы мне перейдите? Где лучше? А вы ищете каких-то специалистов?» Мы создали такое кадровое агентство. Оно работает в общественных началах. И суть его заключается в том, что мы вот эти потребности руководителей в кадрах, потребности кадров в работе, ну, как бы, объединяли. Мы потенциально работодатели, поэтому с кем есть связаться, если можно здесь, если не действовать? Я представил Наталью Владимиру Гулинову, мой зам. Она будет здесь все четыре дня и поможет. Я думаю, что это очень интересная, кстати, идея, раз к нам обратились люди, которые нуждаются в кадрах, а у нас этих выпускников, вы видите, пять, восемь, десять. В девятом году было 17 тысяч. Мы готовы поделиться информацией. Для этого клиента. Спасибо. Спасибо вам большое.